Дорогие мои братья, сёстры, гости, слава и благодарение Господу, что мы имеем это чудесное общение. И позвольте мне поздравить вас, во-первых, с Рождеством Христовым, а также с Новым Годом. Сегодня продолжается новогодняя неделя молитвы, и сегодня молитва о Божьем благословении и водительстве в Новом Году. Это очень важный вопрос. Вопрос благословения и водительства нашим Господом Иисусом Христом, водительством нас. Потому что если не будет этого водительства, то можно смело сказать, что эта дорога в никуда. Мы не знаем, куда идём. Поэтому и Моисей, мы вот видим высвечено, тоже очень нуждался в этом водительстве. Потому что он чётко понимал, что без водительства Божьего все труды напрасны. Я желаю прочесть из Евангелия от Иоанна, 14 глава, 6 стих. Так сказано, это Иисус говорит Фоме. И сказал ему, я езмь, путь и истина и жизнь. Никто не приходит к отцу, как только через меня. Вот вы знаете, я так размышлял, наверное, самое большое благословение – это жизнь. Жизнь вечная. Вот если её убрать, да, то остальные благословения, они мне как-то для меня уже ничто. И, наверное, так же и для каждого из нас. И мне хочется вот здесь поставить жизнь на первое место. Но здесь такой порядок. Иисус говорит, я есть путь, истина и жизнь. Я ещё один стих прочитаю из притчи 4, вернее, 28 глава, 20 стих. «Верный человек богат благословениями». Верный человек. Вот здесь, чтобы жизнь имели, надо, во-первых, иметь путь и иметь истину. Верный человек, он будет идти этим путём и держаться этой истины. По-другому невозможно иметь жизнь вечную. Когда-то брат Вениамин поднимал вопрос здесь, да, об условленности нашего спасения. Многие люди понимают, и был даже вот на библейском проповедническом занятии, там отмечалась такая мысль, что многие понимают, что Бог должен. И мы там размышляли, интересное общение было. «Я нашёл только один случай, где Бог должен». Что Бог должен? И вы знаете, может, он слишком как-то сурово звучит, но это так. Бог должен погубить мир за грехопадение. Возмездие за грех – смерть. Вот что он должен. Может, это слишком сурово, может, это режет наш слух, да? Ну, это так. Это единственное, что он должен. А остальное, что он делает, это из любви. Полюбил и отдал сына. Вот такая обусловленность. Мы находим, что Христос говорит, если не покаетесь, все так же погибнете. Вот такое условие, такая обусловленность. Это у него безусловная любовь. Он просто возлюбил. Не за что-то, не за какие-то наши заслуги. Он просто возлюбил. И вот самое большое благословение – это жизнь. Поэтому мы находим в Луки 2 глава, во 2 главе 25 стихом записано. Здесь старец о Симеоне идет речь, и как он встретился с Иисусом Христом. И он говорит, я не буду все читать, он говорит, «Ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовил предлецом всех народов». Вот он самое главное увидел. И вот это самое главное, самое большое благословение Господь дает в Сыне Своем. Сын дан нам. Сын родился нам. Сын дан нам. В Исаии написано. Пророк предвидя это, многие ожидали это. И написано в первом послании Петра 1, 10, такие слова, «К сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати». Эти изыскания были пророков. Они вникали, исследовали Писание, и многие сами пророчествовали, желали вот этого момента, когда же придет Сын, когда же Он будет дан нам. И мне вспоминается такое событие, Бтие 39, 2. Это интересное повествование о Иосифе. И знаете, чем мне интересно, оно что ли так трепет какой-то вызывает. Если бы меня спросили, вот прочитай эту главу, с целью, чтобы обозначить, успешная ли жизнь Иосифа была, победоносная ли, плодоносная ли, ее бы всю эту главу и не надо было читать. Достаточно вот этих слов, с которых и начинается. «И был Господь с Иосифом». Все сказано. «Был Господь с Иосифом». И когда он с ним был, там и успех был в делах, в делах рук. И мало того, дальше и другой человек, совершенно неверующий управитель, он увидел, что Господь с ним. Если Господь со мной, то обязательно это увидят и неверующие люди. И вы знаете, я так вот размышлял, думаю, и многих можно, нас верующих, вот собрание, многих можно издали узнать. они необыкновенные почему-то. Почему-то, ну, узнаю, узнаются. Мой сын как-то поехал в Рязань, там, в общем, и мы сказали, найди верующих, а мы не знали, где адрес дома молитвы. Ну, и знаете, как он нашел? Он зашел в магазин и вдруг смотрит, там, женщина с детками, в косынке все это, детки такие. Он подошел, «Вы баптисты?» «Да, мы баптисты!» И вот так он нашел. В магазине он увидел все. Баптистов видно издалека. Это вообще-то радует, да? Не обязательно какие-то великие дела там должны быть, да? Вот мы там жили, это карачаевский народ был, да? Там, где мы жили. И у них горские обычаи, у них на почтение к старшим, такие, ну, довольно-таки хорошие обычаи, да? И у них такой, ну, казалось всего, ну, что там такое дело, да? Поздороваться, вот то ли я скажу брату, поздоровайся со мной, да? Он руку протянет. Я скажу, ну, поздоровайся со мной двумя руками. Ну, что, трудно? Да не трудно совсем. И, ну, там обычаи такие. Когда рукой здоров, двумя, ты как бы кланяешься. Вот такое, да? Как вроде бы он выше меня. И он свой. И вот там все на уважении вот таком вот построено. И я воспитывал детей. Я говорю, вы когда, вот здесь такие обычаи, что, трудно двумя руками поздороваться. И у них еще есть там особенное уважение у них. Если молодой человек видит старших, со старшего начинает здороваться, то это вообще у них там это воспитано и так. И вот так вот, всего лишь на всего такой маленький нюанс, да? Но из этих маленьких нюансов выстраивается портрет личности. И однажды мы приехали к Киришу, к этим тоже, к Киричаевцам. А потом сын мой приехал, и он посмотрел, и, ну, как я объяснял им, подошел так, со старшим поздоровался, со всеми подошел. А этот хозяин к брату, к моему, подходит, слушай, это чей сын? Ну, он на меня показал, я это не знал, это мне брат позже рассказал. Ой, какой воспитанный. Вот казалось, такой маленький штрих, что он там такого сделал? Не дал ничего, не пожертвовал, всего лишь двумя руками поздоровался. И какое уже отношение? Какой он воспитанный? Как он уважает людей? Это ему понравилось. Из этих нюансов состоит и вся наша жизнь. Так вот и с Иосифом человек увидел, что с ним Бог. Ну, об Иосифе можно много говорить, и там дальше в темницу попал опять с ним Бог, опять успех. Это благословение. Как важно в жизни иметь это благословение, чтобы Господь был с нами. Христос говорит, все я с вами во все дни до скончания века. Источник благословения. Вы знаете, я по некоторым обстоятельствам семейным, когда мне было 14 лет, это был СССР еще, в Советском Союзе жили. И мне довелось жить один год в семье моей тети по матери. У нее муж черкес, наверное, кто-то даже знает здесь, Джангетов. Он сидел, по-моему, три раза в тюрьме за веру. Он принял веру христианскую, вот сидел там. А мне довелось год жить у них по семейным обстоятельствам. Ну, у них тоже большая семья, семь человек было. И по вечерам мы собирались, и вот игры составляли, там рыбки были, ловили, там вопросы составляли сами. И кто больше отвечал на этот вопрос, с очков набирал, какой-то приз был. Ну, весело, в общем, было всякими. Ну, и читали Слово Божье. И тетя, она читала Слово Божье. И размышляли над ним. Был у нее сын, Александр, ровесник мой примерно. Он такой, так любил спорить сильно. Вот ему скажи, вот это белое, он докажет, что это черное, и так докажет, что я сам потом буду доказывать всем, что это черное действительно. Так он умел спорить и доказывать. И вот помню, ну, ихняя мама, она, тетя моя, читала это Слово Божье. И читала о том, что будет проповедано Евангелие по всей земле. Знаете, на тот момент, когда отец сидел за то, что нашли литературу, это звучало, как минимум, ну, для нас это как глупостью какой-то. И Александр этот, как начал спорить, да какая там, как может быть проповедано, как свободно оно может распространяться. За эту книгу вот сидит папа там в тюрьме, вот так он спорил там. Потом дальше она как-то читала и рассказывала, что Израиль будет собран на свою землю, евреи поедут в свою землю, да, и он опять, как они могут поехать туда? Занависть, за границу невозможно выехать, это глупость какая-то. А нет, и вот мне запомнилось, что она так уверена, так спокойно, придет время, и границы откроются, и будет Евангелие, хоть десяток бери, хоть сколько бери, свободно, бесплатно. Вот во втором послании Петра здесь вот так написано, девятнадцатая, вернее, первая глава, девятнадцатый стих, и при том мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассвязать день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Вот я только, когда вот покаялся уже, оценил, как хорошо, что мы тогда читали слово Божие. Вот тогда я читал, ну, прочитали, и как-то, можно сказать, забыл про него. Ну, пришло время, вот эти восьмидесятые, там, девяностые, перестройка, границы открылись, поехали в Америку, кто-то стали уезжать. Я думаю, странно, надо же, как она точно сказала, что все это будет. Для меня это очень повлияло на меня, это тоже благословение. А потом мне она говорит, ты иди там в школе, воскресная школа у вас есть. Я думаю, как это в школе? В той школе, где столько угнетали меня из-за того, что я баптист, из семьи баптистов, и вдруг там говорят о Христе. Я думаю, ну, надо же, как она опять, как она так вот могла все знать? Я думаю, надо к ней съездить. Неужели мне и книгу так вот бесплатно дадут? Я поехал к ней, она открывает сервант там где книги у нее, а там новеньких Библии, она говорит, бери их сколько хочешь, может еще кому-то дашь. И опять это сбывание слова. Меня это очень тронуло. И вот с тех, с того момента я начал задумываться и в конце концов пришел к Господу. Господь говорит, исследуйте Писание, ибо вы надеетесь через них иметь жизнь вечную. То есть они направляют нас, и к цели всего Писания, я думаю, направить каждого человека к источнику этих благословений, к Иисусу Христу. Пусть Господь благословит всех нас, чтобы мы в этом Новом Году не допускали ничего того, что бы разделило нас с источником этих благословений. Верный человек богат благословениями. Чтобы мы сознавали эту обусловленность этих благословений, чтобы были верны и не допускали того, что может лишить нас источника благословений, жизни вечной, а тем, которые еще не познакомились с Иисусом Христом, не приняли Его как источник этих благословений, как Спасителя. Пусть Господь благословит, чтобы это случилось, и может быть, даже сегодня. И я хочу, чтобы мы об этом помолились. Аминь. Время летит очень быстро, годы сменяют года. Снег за окошком на крыше ложится, вновь наступила зима. Все изменяется и происходит, время стремительно мчится вперед. только добро никогда не проходит, только любовь никогда не пройдет. В новом году вам желаем добра, счастья и радости в ваших сердцах. Пусть вас господь на пути сохрани, и год градущий благослови. любовь в новом году вам желаем добра, счастья и радости ваших сердцах. пусть нас господь на пути сохрани, и бог градущий благослови. Давайте мы будем добрее, давайте мы будем любить, любовь это праздник, забудем обиды, и будем всем праздник дарить. любовь дарит счастья и дарит улыбки, любовь покрывает обиды и боль, любовь прощает другому ошибки, надеется, верит и ждет. новом году вам желаем добра, счастья и радости ваши сердца. Пусть вас Господь на пути сохрани, и год грядущий благослови. Новом году вам желаем добра, счастья и радости ваши сердца. Пусть вас Господь на пути сохрани, и год грядущий благослови. Слава Богу за то, что мы в первый день переживаем уже обильные благословения. Я хочу тоже всех сердечно поздравить с Новым Годом. Хочется пожелать вам всем здоровья в этом году, чтобы вы почаще улыбались, чтобы как мы о чем сегодня молимся, чтобы Божье водительство и благословение присутствовало в вашей жизни. Я размышляю над темой сегодняшнего дня. Я понял так, что водительство не может быть само по себе, если потом не будет присутствовать благословение. И благословение человек не может получить, если в своей жизни не будет ощущать водительство Божьего. эти две вещи весьма и весьма взаимосвязаны. Но я думаю, что последний год, который мы прожили, ну, тот хотел, чтобы он побыстрее закончился. Но знаете, люди иногда устают от определенных моментов в жизни, и хочется, чтобы этот отрезок времени закончился и начался новый. Мы не знаем, какой этот год будет, какой отрезок принесет нашей жизни, но одно знает, что он будет все равно по-новому. И мы постоянно с этим сталкиваемся и с этим убеждаемся. Ну вот, что касается водительства и благословений. Я почти как шесть лет уже нахожусь в Америке. Конечно, я не заметил этого времени, и когда я приехал сюда, может быть, кто-то помнит, и я говорил так, я не могу до конца понять, почему я здесь оказался. Ну, на самом деле, у меня не было такого огромного желания, чтобы сюда уехать, во что бы ни стало. Ну, и очень сильно были документы, вопросы с документами, почти три года решался этот вопрос, потом я уже думал, что я никуда не еду, оказалось, наоборот, что я еду. Ну, и вот я рассуждаю и понимаю, что в этом было определенное водительство Божие, и через это водительство я получаю благословение. Когда я приехал сюда, как раз, знаете, я на какой момент попал в нашей церкви, когда был сильно вопрос остро стоял нашего лагеря. И вот некоторые люди считали, что в этом нет никакого благословения, что его не стоило покупать и так далее. Ну, прошло вот буквально шесть лет, и я что могу сказать? Слава Богу, что у нас есть люди те, которые все-таки водительствовались Божьим, Богом. Если бы они не были водимы, то мы сегодня бы в своей церкви не переживали бы определенные благословения. Я совсем буквально пару дней вернулся с нашего подросткового лагеря, и нас в этом году было как никогда много. В этом году нас собралось 208 подростков. И я отмечаю такую мысль. Если бы у нас не было лагеря, сколько благословений бы наша церковь в этом году потеряла. И не только наши, но и люди окружающие, которые с нами находятся. Мы одни из немногих, которые провели большой лагерь летом. Два лагеря молодежных, подростковый лагерь. Многие церкви не имели ни одного в этом году. и не было того места, где звучало бы слово для определенных категорий людей и так далее, и так далее. Поэтому хорошо, когда мы находимся под Вожим водительством. И если мы там находимся, мы обязательно в своей жизни будем испытывать благословение. Бог нас особо оказал милость в этом году к нам, хотя нас было значительно больше, в прошлые года, но та атмосфера или то поведение подростков, которое было, не могло остаться незамеченным. На самом деле у нас был весьма тихий и спокойный лагерь при наличии большого количества подростков. И еще которую мысль хотел бы я отметить для нашей церкви, она будет немаловажная. Мы ни одного собрания не начали на одну минуту позже. это означало то, что все до одного собирались вовремя на ту молитву, которая призывалась именно благословение. И я хочу отметить, что если мы в своей жизни хотим испытывать благословение, нам стоит поучиться у подростков. Нам нужно вовремя приходить на собрание и быть на молитве благословения. Если мы по жизни опаздываем, мы будем терять благословение. Поэтому когда мы собираемся сюда на собрание, мы должны быть вовремя. И из-за того, что подростки были вовремя на каждом собрании, последний день, не призывая к покаянию, было очень масштабное покаяние, и причем тоже было отмечено, что все молились за такой степени искренне и называя даже многие грехи своими именами. Очень редко это происходит, обычно люди прости меня грешника и все на этом. Нет, но мы видели, как Бог именно благословлял, и даже покаяние было особенное, не такое, как обычно. Поэтому пусть нас Бог благословит и дальше понимать, что лагерь, который у нас есть, это наше благословение для нашей церкви, и кто еще это не понял, пусть Бог благословит это понять, осознать, ну и в дальнейшем не только на этом останавливаться, жить под Божьим водительством, и тогда в нашу жизнь будут приходить благословения. Я хотел бы прочитать один текст, который записан 1-й параллель поминон, 4-я глава, 9-й и 10-й стих. Иовис был знаменитей своих братьев. Мать дала ему имя Иовис, сказав, я родила его с болезнью. И возвал Иовис к Богу Израилеву и сказал, о, если бы ты благословил меня твоим благословением, распространил пределы мои, и рука твоя была со мною, охраняя меня от зла, чтобы я не горевал. И Бог не спасал ему, чего он просил. Ну, чем этот человек оказался знаменитей своих братьев, потому что про других братьев видимо вообще ничего не написано, а про этого человека написано два стиха в Библии, не больше. Ну, и плюс так получилось, что он очень сильно тяжело достался маме. И я думаю, что Иовис понимал, что в этом тоже благословение, что он родился на этот свет. И вот он обращается к Богу и говорит, благослови меня, чтобы я не горевал. А почему он хотел не горевать? Чтобы Бог сохранил от зла. Вот когда человека окружает зло, не, не какие-то моменты в жизни, от которых человеку стало, ну, может быть, не по себе, а вот когда человек обходит зло, вот тогда человек по-настоящему может не горевать. Не, это не значит, что в его жизни не было вообще никаких трудностей. Я не встречал ни одного человека в жизни и даже людей в Библии, ну, у которых вообще, ну, так все было гладко, чтобы ему не приходилось горевать, чтобы не плакал или, может быть, не расстраивался. Нет, но когда Бог нас хранит и наши семьи от зла, которые вокруг, то на самом деле мы радуемся. Хотя в нашей жизни происходит много разных моментов. Я хотел бы посмотреть сегодня на жизнь человека, которого упоминали здесь и говорили, что можно о нем говорить очень много. Я не думаю, что я буду говорить очень много, но хотел бы посмотреть на этапы жизни этого человека. Как он находился под водительством Божиим и как Бог его вел, какие моменты в его жизни встречались и как Бог его в дальнейшем постоянно благословлял. Это человек Иосиф. За этого человека написана не одна глава, как заявится, всего лишь два стиха. Но мы можем посмотреть на его яркую жизнь, интересную жизнь, наполненную Божьими благословениями. И как эти благословения или через что они приходили в его жизнь. И как приятно осознавать, что Иосиф согласился на такое Божие водительство. Знаете, с чего начинается по идее жизнь Иосифа? Началось из-за того, что он еще был весьма невзрослым человеком, когда он потерял свою маму. Скажите, как вы думаете, можно это отнести к благословениям и Божьему водительству? Когда мы теряем своих близких людей, когда мы теряем своих родных, когда в нашу жизнь приходит такое горе, это Божье водительство, это Божье благословение или нет? Конечно, когда ты смотришь по-человечески, тебе кажется, что нет. Но когда ты смотришь на результат жизни этого человека, ты понимаешь, что и это принесло ему благословение. Мне кажется, ему легче было понимать своих братьев, ему легче было воспитывать своих потом детей, потому что и в его жизни был этот момент. Конечно, нам сложно принимать такие вещи, но мы видим, что у Иосифа из-за того, что, наверное, не стало матери, у него сложились определенные какие-то очень хорошие отношения. Мы видим, что его очень сильно любил папа. кстати, независимо мальчики или девочки, если их любят родители, если их любят отцы, как много благословений они переживают в своей жизни. Мы в своей церкви, я думаю, что к концу января проведем семейное или родительское общение. У меня есть несколько записок, которые нам поступили в лагере, ну, как мы их называем, крик души. Там они немаленькие записки, там с многими подробными описаниями, как им плохо живется в родительском доме. И ты понимаешь, что где-то родители не живут под Божьим водительством и благословение их детям не приходит в жизнь. Но мы смотрим на жизнь Иосифа, да, у него не стала мама, но у него остался папа, с которым у него были очень хорошие отношения, у него не было никаких секретов с ними. Он мог смело прийти к папе и рассказать свои переживания, тех замечаний или то, что он заметил за своими братьями и так далее, и так далее. У него приснились сны, он все равно идет и отцу рассказывает свои сны. Я не думаю, что нам дети рассказывают все, что им снится и вообще, что они видели, что они слышали. У Иосифа были такие отношения. и можно сказать, нету мамы, но папа, он выполняет определенную роль, и от этого в Иосифа жизнь все равно приходит благословение. Он очень сильно был послушен отцу и благодаря своему послушанию точно так же приходило благословение в его жизнь. Надо пасти овец, он пасет овец. Отец говорит, надо сходить навестить братьев, пойду схожу навещу. Причем Иосиф знает уже отношение братьев к себе, но он находится под Божьим водительством. И он понимает, что папу надо слушаться. Это время, которое отведено для него. Он не знает, что последнее послушание приведет к тому, что он вообще его больше, ну не больше, а очень долго не будет видеть. Но он все равно идет и выполняет то, что сказал ему отец. Хотя он мог бы сказать, папа, не пойду, ты же знаешь, ко мне, как там относятся. У меня не очень хорошее отношение с ними, вернее, у них со мною. Зачем я туда пойду? Они вообще не хотят меня видеть. Иногда бывает, когда человеку говоришь, ну тебе надо сходить пообщаться с этим человеком, он говорит, не пойду, он меня не хочет видеть и не идет. Но если ты хочешь, чтобы в твою жизнь пришло благословение, тебе нужно сделать то, что тебя просят. И мы видим, что Иосиф послушался и пошел. Он пережил ненависть братьев. Скажите, вы переживали, когда вас кто-то ненавидит? Не, не просто недолюбливает, а ненавидит. Когда тебя видеть не хотят, когда тебе говорят, уйди, чтобы тебя здесь не было и чтобы я тебя не видел, еще раз увижу, ну тебе плохо будет. Я думаю, кто переживал такие чувства или ощущения, ну сразу хочется задать вопрос, Господи, неужели это твое водительство? Неужели в этом твое благословение? Но проходит время, он встречается со своими братьями, приносит им покушать. Вместо того, чтобы сказать спасибо, человека продают в рабство. Он уходит из родительского дома на долгие годы. Он будет устраивать свою жизнь уже теперь отдельно. Я не знаю, о чем размышлял Иосиф, когда двигался в караване. Но мне кажется, он понимал свою реальность. Скажите, а он все-таки понимал, что это Божие благословение, что это Божие водительство? вообще встречая, смотря дальше на его жизнь, ты конкретно понимаешь, что по-другому быть не может. Как он вел в тех местах, ты понимаешь, что он понимал, что его ведет так Бог. Хотя сложно сказать, что это благословение. И кажется, как будто, но идет не по тому плану, по которому бы ты хотел. Попал в рабство, но вдруг начинается светлая полоса в жизни. Он попадает в дом богатого человека, его там не обижают. И можно уже было подумать, ну и неплохо, но уже хорошо. С братьями оказывалось жить не сильно то лучше. Ну из того, что имею, уже нормально. Живет в доме Патифара, все в его руках. Следующее испытание. Грех не делает, хочет Богу служить, он понимает, что Бог над ним наблюдает, он хочет Божьего благословения в своей жизни. И за то, что отстаивает святые принципы, попадает в тюрьму. Опять можно было вопрос, Господи, это твое водительство? Ты хочешь, через мою жизнь именно так все это шло? Но мы видим, что он на Бога не огорчается, он понимает, что его Бог так ведет. Вообще мне кажется, у этого человека не успевает порадоваться, вроде бы в тяжелую ситуацию, попал в тяжелую ситуацию, в тюрьме находится. Но мы смотрим, Бог его начинает благословлять, к нему появляется расположение начальника тюрьмы. Он уже даже в тюрьме находится не как в тюрьме. Кстати, кто служил в армии, он понимает, что иногда приходишь в армию, там есть жесткие порядки. Потом может наступить такой момент, и он у всех наступает по-разному. Когда ты через месяц и через два можешь чувствовать себя не весьма строго в армии. И вот он попадает в тюрьму, и он уже здесь начальник тюрьмы стал, зам начальника тюрьмы. Но человека посадили на исправление, а он стал заместителем. Я не знаю, было ли еще в жизни в какой-то тюрьме сколько есть по белому свету так, чтобы человек попался в тюрьму находиться в определенный срок, а его взяли и поставили заместителем начальника колонии. Ну у Иосифа было так, ему вручили ключи, и вот он ходит, и он находясь там, понимает, что Бог его поставил именно там находиться. Он подходит, говорит, что такой скучный, что случилось, сон приснился, ну расскажи, я тебе истолкую. Истолковал одному, истолковал другому. Он находясь темницу, он все равно делает то, что Бог от него хочет. У Бога есть план, Бог его ведет по жизни. Иосиф не знает, чем его дальше жить будет. Вот он сейчас в тюрьме, он живет в тюрьме, но он понимает, что это водительство Божие. Он понимает, что это Бог для него приготовил такие благословения. Побыл в тюрьме, с тюрьмы сразу во дворец фараона. Ну я тоже мало встречал таких примеров в жизни или слышал, когда человек сидел в тюрьме и после этого его очень сильно хотел видеть президент какой-то страны. Фараон вызывает его, дошел слух, ему все-таки Виночерпи пересказал, что есть один человек и так далее. Он может истолковать твой сон. Его он находится даже все равно в темнице. Его приходят, искупали, подстригли, привели его в хорошее состояние. Иосиф не может понять, что случилось, почему жизнь так опять кардинальным образом меняется. И вот он попадает во дворец фараона. Фараон посмотрел и говорит, найду ли я вообще другого человека, с которым мог бы так присутствовать Бог? Конечно, нет. И мы видим, что находясь там во дворце, он все равно продолжает исполнять ту роль, которую Бог предоставил ему. Он хорошо управляет, он готов исполнить любое повеление фараона, но тут теперь приходят братья. И кажется, может быть, Иосиф мог бы забыть их. И уже пройдя через многие этапы жизни, теперь у тебя все наладилось, кажется, все теперь хорошо. Ты уже ни в чем не имеешь нужды, ты уже второй после фараона, ты стал уже богатым человеком. Ну, стоит ли вспоминать за своих братьев? А мне кажется, внутри он все равно ожидал и думал, ну, наверное, должна же все-таки когда-то эта встреча произойти. Вот скажите, когда вы не ждете кого-то, вы сильно узнаете людей? Как-то однажды отец не видел своего сына почти 10 лет, и они встретились в одном магазине, и когда сын с ним поздоровался, он сказал здравствуй, но его не узнал. Прошло 10 лет, изменился сын, и вот приходит время, он приезжает домой и потом своей жене говорит, слушай, мне кажется, я видел своего сына сегодня. Со мной поздоровался человек, который очень сильно его напоминает, хотя изменился. Годы прошли, он находится в другом статусе, жизнь совсем другая, но пришли какие-то люди, а Иосиф сразу видит, это братья мои пришли. А почему так? А потому что он на хорошей связи с Богом, он находится под его водительством, и он их очень легко узнал. И самое, что удивительное, он их еще простил намного раньше, я не знаю, может быть, пока он в тюрьме сидел, может быть, он даже простил, пока он шел в караване в рабство, но когда братья пришли, он их уже абсолютно простил, потому что в конце он скажет, я Бога боюсь, я живу так, что я понимаю, что Бог меня так вел, для того, чтобы вас кормить, поить и так далее, я понимаю, что это мое благословение, я должен был пройти именно этим путем. И эта встреча с братьями прошла, мы все помним, как он радовался, как он плакал, когда он их увидел. Прошло время, произошла встреча с отцом, ни отец не надеялся увидеть, и Иосиф, наверное, не надеялся увидеть своего отца. Скажите, радовался Иосиф? Радовался. Отец радовался? Радовался. Конечно, если бы отцу предложили, что твоему сыну придется так пройти, я думаю, что отцу было сложно бы согласиться, чтобы его сына постигало именно такое водительство Божие. И может быть, Иосифу тоже не хотелось бы проходить через тюрьму, через рабство, через многие вещи. Но как важно, когда мы в своей жизни можем доверяться Богу, когда мы можем понимать, что как Бог ведет, это через это мы испытываем благословение. Встретился он с отцом, отец благословил его детей, и Иосиф в мире и в покое отошел. И вот смотришь на жизнь Иосифа, и видишь, как чудесным образом Бог провел жизнь Иосифа, как чудесным образом он спас от голодной смерти всю его семью, и понимаешь, как хорошо то, что Иосиф хотел жить под Божьим водительством, хотел испытывать благословение Божие в своей жизни. Скажите, у вас жизнь не сильно похожа на жизнь Иосифа, или все-таки похожа? Прошлый год, который прошел, не было у вас такого, знаете, грустного настроения, ну как будто, ну не так вы хотели жить, ну и Бог хотел, ну хотели, чтобы Бог вас провел по-другому. Но смотришь, как закончился год на те благословения, которые мы испытали, и можем только еще представить, сколько из благословений Бог нам предоставит. Я думаю, что некоторые люди сегодня обрадовались, увидя на своем счету некоторую сумму денег. Хотя некоторые говорят, не сильно радуйтесь, отдавать потом надо будет, но сегодня это неплохо. У меня вчера день случился так, я утром узнал, что я сокращен со своей работы, я попал в число сокращенных 11 человек. И знаете, я дома рассуждаю, говорю, слушайте, ну сегодня день благодарения, надо благодарить за это. Значит, так надо, Бог ведет меня таким путем, что значит у меня что-то должно поменяться, у меня Новый год уже будет по-новому. В другом статусе я буду что-то по-новому делать и так далее. Ну а когда я вечером в 2 часа ночи дома открыл свой аккаунт и увидел еще деньги, я понял, что и в один день могут приходить разные ситуации в жизни, и я очень доволен. Поэтому пусть нас Бог благословит понимать одну вещь простую. если ты находишься под Божьим водительством, все, что в твоей жизни происходит, это благословение. Ну а если ты понимаешь, что даже ты, когда плачешь, это благословение для тебя, ты самый счастливый человек. Поэтому пусть нас Бог благословит, когда нам трудно смотреть на жизнь Иосифа. Мне кажется, у этого человека очень было таких темных полос жизни, но нравится, как его жизнь все равно прошла, как она закончилась. Поэтому пусть нас Бог благословит находиться под Божьим водительством. Моисей понимал, Господи, если ты не пойдешь, пойдешь, будут и черные полосы, и светлые будут, но если ты пойдешь, точно будет хорошо. Поэтому пусть нас Бог благословит всегда видеть перед собой Бога, и Он нас будет благословлять. Аминь. Быстро, очень быстро дни бегут, Словно тучи черные плывут, Голову покрыла седина, Старость мне напомнила она, Оседина, жаль, что видно. Я так мало, мало потрудился для Христа. Я так мало, мало потрудился для Христа. Был я молод и не знал Христа, Господа, мне слави и уста, Бог эти различные любил, так я безрассудно в мире жил. Осень едина, жаль, мечту видна, я так мало, мало потрудился для Христа. Я так мало, мало потрудился для Христа. Лучше с юных лет познать Христа, чтобы жизнь земная не прошла. Без труда для Господа не жить, надо с юных лет Ему служить. О, седина, жаль, что видно, я так мало, мало потрудился для Христа. Я так мало, мало потрудился для Христа. И теперь не молод, знаю я, не вернется молодость моя, нет труда на милость только в нем, и хотя седой, но со Христом. О, седина, жаль, что видно, я так мало, мало потрудился для Христа. Я так мало, мало потрудился для Христа. Аминь. О благословении. Тема очень хорошая. Я также готовился, скажу достаточно долго к этой теме. Вчера, сегодня, целый день я нахожусь в размышлении о благословении. В ноябре месяце у нас был молодежный лагерь на семейную тему, я уже об этом говорил, и мы с молодежью рассматривали жизнь Авраама и Сары. А в декабре у нас было бракосочетание брата Рувима, сестры Кристины, теперь уже Верховецкой. Вот, и мы говорили об Исааке и Ревеке. Сегодня я буду говорить про Иакова, об Иакове. Это будет не семейная тема, но мы рассмотрим о том, как Исаак благословил Исава и Иакова. Или наоборот, Иакова и Исава. Посланник Евреям, 11 глава, 20 текст. Верою в будущее Исаак благословил Иакова и Исава. Мои размышления там будут высвечивать некоторые тексты, братья, для того, чтобы легче было следить. Итак, дорогие, давайте мы сейчас, вот, Александр чуть помог тем, что говорил про Иосифа, как бы мы уже там, в той части истории. Братья и сестры, веруя в будущее, Исаак благословил. Кого первого? Кого первого благословил? Исаак. Иакова. Потом Исава. А кто первый родился? Первый родился Исав. Второй родился Иаков. А благословение происходит наоборот. Я вчера обнаружил очень интересный текст, весьма занимательный. Книга Иисуса Навина, 24 глава. Иисус Навин рассказывает или делает обзор жизни израильского народа, начиная от Авраама. И там такой текст в 4 главе в книге Иисуса Навина. Исаак родил Иакова, а потом Исава. Так, кто первый появился? А у Ревики было двое мальчиков в очреве, в утробе, да? Первый вышел Исав. То есть, они были родными братьями, родились с разницей в несколько минут. А почему Иисус Навин говорил такие слова, что у Исаака было два сына. Первый – это Иаков, а второй – Исаав. Меня это очень сильно интересует. Давайте мы немножко об этом поговорим. Итак, дорогие друзья, книга Бытия, 25-26 глава рассказывает о жизни патриарха Исаака и о его двух сыновьях. Дети выросли, проходит 37 лет. Исаав уже женился. И Исаак думает, что он уже умрет, потому что ему было 137 лет, и в этом возрасте умер Измаил, его родной брат. Ну, брат. И Исаак подумал, ну, если Измаил умер в этом возрасте, наверное, я тоже в этом году умру. Он плохо видел, похоже, очков у него не было, тогда очков люди не носили. И он подумал, прежде чем я умру, я должен благословить моего сына. И вот 27 глава нам об этом рассказывает. Дорогие, просто нет времени сейчас прочитать эту главу. Я надеюсь на вашу хорошую память. Иногда буду что-то зачитывать. Давайте мы посмотрим, как Исаак благословил. И вы знаете, друзья, по ходу моих размышлений, по ходу моих размышлений, давайте мы будем проецировать на свою жизнь. Я не всегда буду говорить о практическом применении той или иной истины, потому что на это очень много надо времени. Как бы соображая духовное с духовным в отношении нашей личной жизни. У нас дети растут. И мы с вами посмотрим, чем отличались два благословения. Благословение Иакова и благословение Исава. И сами для себя скажите, какое вы хотите благословение в Новом году? Вы хотите получить благословение Исава или благословение Иакова? Что еще хочу сказать во вступлении? Что я как бы понял? Вот на Востоке, вот в древности тогда, благословение рассматривали как какую-либо вещь, которую либо ты имеешь, либо ты ее не имеешь. Вот, например, вот у меня Библия, да? Что можно взять? Вот ключи, да? Вот. Либо я их имею, либо у меня их нет. То есть люди к благословению относились намного серьезнее, чем, мне кажется, сегодняшнее цивилизованное общество. Вот однажды одна девушка по имени Ахса, это была дочь Халева, она была из благополучной семьи, она подходит к отцу и говорит, ну, замуж выходит, да, Ахса, и говорит, отец, дай мне благословение. Говорит, пожалуйста. И он дал ей благословение, источники верхние и нижние. На, бери. Братья и сестры, вот в истории благословения Исава и Якова я вижу нечто подобное. Давайте мы посмотрим, как вообще к благословению относился Исав и как к благословению относился Яков. Итак, первое. Как благословляет Бог? Братья и сестры, Бог благословляет по-разному. Скажите, Исав получил благословение? Ну, как? Ну, конечно. Ну, да. Да, получил. Вы знаете, Он не был рад этому благословению. Он возненавидел за это благословение. Видите, есть благословение, которое нас не устраивает. И мы готовы даже его возненавидеть. Потому что благословение Иакова сильно отличалось от благословения Исава. Я-то, братья и сестры, думаю, что по жизни мы-то тоже по-разному относимся к благословению. Итак, благословение Иакова. Пожалуйста, откройте 27 глава. Давайте немножко с Библией поработаем. 27 глава. Открывайте. Я прочитаю 28 стих, как Исаак благословил Иакова. Да даст тебе Бог от росы небесной и оттука земли. Что вначале идет? Роса небесная, сначала небо, а потом земля. 39 стих. Исаак благословляет Исаава. Чуть попозже. И отвечал Исаак, отец его, и сказал ему, вот оттука земли будет обитание твое и от росы небесной свыше. Все наоборот. Значит, мы видим с вами два благословения. Благословение Иакова. В первую очередь это благословение неба, а потом земли. Приходит Исаав, Иакова, Исаак говорит, а у меня к тебе тоже есть благословение, если ты хочешь, только оно будет от обратного. Сначала тебе земное, а потом небесное. Братья и сестры, ну, что хочу сказать по этому поводу. Иаков отличался от Исаава тем, что он очень серьезно думал о благословении. Исаав, он тоже имел представление, он потом будет плакать, он потом будет умолять, отец, неужели у тебя одно благословение, я тоже хочу благословение, но это будет желание с поздним зажиганием, то есть, как бы Исаав опоздал. Надо было раньше об этом думать. Молодежь, молодежь, подростки, о Божьем благословении нужно думать вовремя. Я знаю людей, которые опоздали с благословением. Вот почему мы сегодня призываем нашу молодежь, наших подростков, и вчера у нас лагеря проходят, о чем мы говорим, о том, чтобы не упустить эту возможность. Чем благословляется Яков? Изобилием. Да даст тебе Бог от росы небесной множество хлеба и вина. Во-вторых, это власть. Да послужат тебе народы, да поклонятся тебе племена, да поклонятся тебе сыны матери твоей. И третье, это божественное покровительство. Другими словами, да будет Господь другом всех твоих друзей, и да будет Господь врагом всех твоих врагов. Итак, изобилие, власть и божественное покровительство. Братья и сестры, благословение Исава это обычное благословение. Вот посмотрите, да? Особое благословение это у Якова и по минимуму благословение Исава. Наступил 2021 год. Скажите, друзья, вы хотите особого благословения или по минимуму, ну хоть, ну так, чтобы не было хуже. Да, Исав тоже получил благословение. Дорогие друзья, он благословил. И вы знаете, Исав был нечестивым человеком, и я понял, что даже самые нечестивые люди, наихудшие из людей, они тоже желают себе блага. Желают себе блага. тот, кто нечестиво продал свое переворотство, теперь искренне желает благословения. Да, Исав получил благословение. Ну, это было два благословения. Во-первых, достаточно средств для жизни, то есть он не умрет с голоду, ну, на хлеб хватит, скажем так. И второе, что он постепенно отвоюет себе свободу. Это второе благословение. Но вы знаете, Исаву это не понравилось. Не понравилось. Итак, дорогие, эти благословения очень сильно отличаются друг от друга. Мы сегодня с вами молимся о Божьем благословении в предстоящем году. Давайте молиться так, чтобы нам получить благословение особое. Вы знаете, чем еще отличались благословения Исава и Иакова? Я читаю. И отвечал Исаак и сказал Исаву, вот от тука земли будет обитание твое. То есть ты просто будешь иметь. А Якову Господь Бог даст тебе это. Видите ли? Исав просто имел эти блага, а Яков получал их прямо от Бога. Мне один брат из молодежи рассказывает, говорит, я в университете столкнулся с таким вопросом, очень интересно. Ко мне подходит один парень, он знает, что я хожу в церковь, а он неверующий. Но этот брат у нас благовестствует, так старается общаться с людьми. И он пытался загнать его в угол и говорит, слушай, ну вот ты баптист, а я неверующий. Вот ты ходишь в церковь, ты веришь в Бога, да, ты любишь Бога, а я Бога не люблю, то есть я вот просто живу. Скажи, а чем ты отличаешься от меня? Ты ходишь в университет и я хожу в университет, у тебя есть папа и мама, у меня есть папа и мама, у тебя есть автомобиль и у меня есть автомобиль, у тебя есть крыша над головой и у меня есть крыша над головой, ты получил стипендию и я получил стипендию и вот и говорит 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 а в чем разница твоего благословения скажем по теме им и и моего благословения и он говорит и я вот вспомнил эту историю но брат хорошо знает библию и говорит ты просто это имеешь а я получаю это прямо от бога и в будущем мы пойдем разными путями вот братья сёстры благословение и sabal знаете вот нас как люди бывают, а посмотрите на наших соседей, вот они тоже имеют работу, как и мы, они также живут, а какая разница между ними, братья и сестры? Исаак сказал Исааву, ты будешь питаться от тукой земли, а Якову это тебе даст именно Господь Бог, Господь Бог. Второе, братья и сестры, Яков был отмечен поцелуем, то есть когда Яков пришел за благословением, Исаак поцеловал его. Скажите, а Исаава Исаак поцеловал, когда давал? No, не поцеловал, мне-то не совсем нравится. Хорошо было бы, если бы еще Исаак Исаава поцеловал, да не тут-то было. Исаак говорит Исааву, ты будешь служить брату твоему, это мое благословение, я должен кому-то служить, а Якову тебе будут служить народы. Да, разница есть. Исаав будет служить, и Якову будут служить. И Якову Исаак сказал, тебе поклонятся народы, а Исааву никто поклоняться не будет. Братья и сестры, а еще знаете, что интересно? Когда Исаак молился молитвой благословением над Исаава, он ни разу его сыном не назвал, ни разу. Меня это очень сильно печалило. А в разговоре с Яковом Исаак его семь раз назвал сын мой. Да-да, Исаак думал, что это Исаав, но здесь было Божие водительство. Посмотрите, когда разговаривает Исаак с Яковом, он семь раз это число полноты называет его сыном, а Исааву ничего не сказал, даже уже зная, что это Исаав. Интересно, смотрите, в первый раз, когда Исаак благословляет, он-то думал, что он благословляет Исаава и семь раз называл его сыном. Но когда он точно узнал, что теперь точно стоит Исаав, он теперь его сыном не называет. Братья и сестры, Яков получил благословение намного оригинальнее, чем Исаав. Ох, я бы хотел, чтобы в этом году у нас было благословение Якова. Братья и сестры, благословение святых становится предметом зависти. Когда Исаав узнал о том, что Яков забрал у него благословение, он захотел его убить. Вы знаете, дорогие, у нас есть люди, которых Бог очень сильно благословляет и духовно, и материально. У нас есть в нашей церкви и не только в нашей церкви. И вы знаете, я что думаю, вот находятся люди, которые им завидуют. Завидуют. Нехорошо поступил Исаав. Он пошел по пути к Каину. У Каина тоже был младший брат. Правда, тот совершил преступление. Этот бы тоже убил Якова, если бы Яков не убежал. Дорогие, кого небо благословляет, того ад проклинает. А ведь благословения Господни они печали собой не приносят. Тот, кого Бог благословляет, тот будет благословен. Будет благословен. Итак, дорогие, как благословляет Бог? Вот 2021 год, даст Бог пройдет, если Господь продлит жизнь. Вы знаете, по-разному нас Бог благословит. По-разному. И, дорогие, да, в Библии написано, что Бог Исаава возненавидел. Мне один брат прислал сообщение, вел с ним переписку, говорит, ну это так нечестно. Я Исаава Бог возненавидел, Якова возлюбил. Дорогие, в Библии написано, что Исаав был нечестим. Образ жизни его был такой, что Бог его так не захотел благословить. С одной стороны, суверенитет Бога. Мы признаем, безусловно, что Бог никому ничего не должен. Да, да, Библия говорит о суверенитете Бога. Но давайте не забудем о стороне человека. Исаав был нечестивым человеком. Он Бога не любил. Он относился к благословению. Да, он хотел его где-то там в глубине души. Я-то, знаете, друзья, даже думаю, почему Исаав возненавидел брата своего не потому, что даже Яков получил благословение, а потому, что Яков запнул его два раза. Вот это была главная причина. Да, он как бы все это в благословении. Он говорит, два раза меня уже мой сын, мой брат запнул меня. Дорогие, он благословение относился. Надо было Исааву раньше об этом думать. Вы помните, однажды он пришел домой голодный, а Яков готовит обед себе. Исаав был настолько голодный, а Яков сообразил и говорит, я тебя дам покушать, если ты продашь мне свое первородство. Дорогие, вот это первородство, это было то, тот первый шаг, который потерял Исаав. И он говорит, на что мне это первородство? Вот на что, на что. Итак, братья и сестры, как благословляет Бог? Бог благословляет, это первая мысль. По-разному. В этом году одни получат благословение Иакова, другие получат благословение Исаава. Как бы мне хотелось, чтобы мы все были как Иаков. Какое мое отношение к благословению? Это вторая мысль. Давайте посмотрим на несколько принципов. Первое. Благословение нужно желать. Вот весь список. Я их выписал. Благословение нужно желать. Вы знаете, где бы ни появлялся Иаков, его там везде благословляли. Исаак его благословил. Даже дядя его Лаван. У них были неплохие, не совсем хорошие отношения. Даже Лаван его благословил. А потом некто боролся с Иаковом. Иаков говорит, не отпущу тебя, пока ты меня не благословишь. Первая мысль. Братья и сестры, мое отношение к благословению. Мне нужно желать Божьего благословения. Если я не хочу этого благословения, Бог мне его не даст. Я хочу благословения. Это первое. Второе. Благословением нельзя пренебрегать. Молодежь, не пренебрегайте благословением. Что мне в этом первородстве? Я прямо сейчас хочу жить, как я хочу. Что мне в этом первородстве? Третье. Благословение, оно для каждого одно. Приходит Исаак к Исааку и узнает, что Иаков забрал его благословение. И говорит, отец, неужели у тебя одно? Скажите, одно? Да, одно. То, что сделал Исаак по отношению к Исааку, это уже было не то благословение. Братья и сестры, у нас есть возможность получить то одно оригинальное благословение. Отец, неужели у тебя одно? Да, Исаак. Такое, как у Иакова, это только одно благословение. Неужели, отец, ты не оставил мне благословение? Да, Исаак, я оставил, но ты возненавидишь это благословение. Братья и сестры, благословение для каждого одно. Мне бы очень хотелось, чтобы наша молодежь, наши дети не потеряли или приобрели то оригинальное благословение от Бога. Вы знаете, дорогие, я, безусловно, уверен, что мы верующие могли бы быть более благословенными, если бы вели более правильный образ жизни. Я говорю, в целом, вот одно, Господи, ты хочешь меня благословить? Даруй мне благодать такую, чтобы я получил то одно благословение, твое по отношению ко мне. Четвертое, благословение нужно взять. Он взял первородство мою, и вот теперь я снова взял мое благословение. Вот прямо написано, взял. Он взял благословение. Братья и сестры, а вы взяли от Бога его благословение? Я помню, 17 лет тому назад, когда я только переехал в США, мне было 23 года, прошло 3 месяца, как я переехал сюда. Там, где я жил, я не проповедовал. Я вам признаюсь, что переезд в США сыграл в добрую сторону. Нас хотя там ругали, что мы переезжаем в Америку, вроде там за колбасой едем, как бы так вот, дорогие. Но здесь как-то Бог повел по-другому. И я помню, я вот здесь вот проходил, у нас была еще тогда одна церковь, одна большая церковь, ну, кто помнит историю. И вот, вы знаете, я-то размышлял, ну что, мне 23 года, надо заниматься служением в церкви, надо создавать семейную жизнь, и вот как. И я помню, когда ко мне подходит наш ответственный пастор, вот, и предложил поучаствовать в проповеди. Я хорошо помню, у нас приближался праздник Троицы. Ну, церковь у нас, извините, было 500 членов церкви, как бы это не в деревне, вот, такие проповедники сильные здесь. Вот, и знаете, чем я доволен? Вот, когда мне было предложено это благословение проповедовать, я его взял. Взял. Вот, почему, вот, когда мы предлагаем, ну, некоторым людям служение, вот, хорошо бы взять. Ну, почему? Для меня проповедовать это благословение, я признаюсь, я очень люблю. Даже не столько проповедовать, сколько готовиться к проповеди, потому что это насыщает очень сильно. Ведь-то мы, когда готовимся, мы имеем больше информации, чем выдаем в церкви. Так же ведь, да? Так вот, братья и сестры, благословение нужно взять. Я с одним миссионером как-то общался, и он говорит, я тоже так вот, сидел в церкви, на задней скамейке, сидел, ну, прихожанин, жена, дети, так вот, молодой христианин. Вот, и к нам приехал один миссионер, проповедовал и говорит, вот, у нас есть нужда в тружениках, кто хочет переехать, вот, подойдите. И он говорит, во мне была такая борьба, с одной стороны, я хотел взять это благословение на служение, мне предлагают, бери, вот, бери. Говорит, и я взял. Говорит, никогда в жизни я об этом не жалел. Смотрите, что говорит Исаф. Он взял первородство мое, а теперь еще и взял благословение. Братья и сестры, надо брать. Дают благословение, надо брать. Надо брать. Братья и сестры, кто будет жениться в этом году, если есть желание, и вы присмотрели сестру, берите, пока не взяли, да, то есть берите, это ваше благословение, берите, берите. Ну, и по отношению сестер то же самое. Братья и сестры, благословение можно потерять, потерять. Брат твой взял твое благословение. Скажи, так это благословение чье? Смотрите, брат твой взял твое благословение. Нечестивец Исаф отказался от своего первородства. Да, дорогие, благословение можно потерять. Как-то недавно беседовал с новобрачными. Я его спрашиваю, вот, ты вступаешь в брак, вот, чему ты больше всего рад? Ну, такой какой-то странный немножко вопрос был. Вот. И он говорит, я больше всего рад, что вот в юности я свои чувства любви не растрачивал. Вот Бог дал мне такую благодать быть сосредоточенным, быть собранным, нераспоясанным. И теперь у меня появилась невеста, и теперь я хочу только ее любить. Вот не потерять вот это вот благословение. Благословение. Вы знаете, как счастливы молодые женихи и невеста, которые на стороне не крутили любовь. Вот так вот молились Богу, совершали служение. Пришло время, они взяли это благословение. Я знаю еще одного брата, очень хорошего брата, который готовый присвитер церкви. То есть весьма знает Библию, хорошая жена, но в юности наделал такие ошибки, что его не могут рукоположить на служение. Потерял. Он готов все вернуть, историю успеет, но не может все. Но у нас в братстве есть очень серьезное такое отношение к рукоположению. Рук ни на кого поспешно не возлагают. Дорогие, нам нельзя потерять своего благословения. Мы в церкви говорили о бракосочетаниях. Один брат подошел ко мне и говорит, я очень хочу, чтобы наши невесты фату одевали на голову. Сегодня есть такая мода не одевать фату. Это, конечно, больше традиционный, наверное, момент. Так, надо еще немножко разобраться в этом вопросе. Я как-то на это не сильно обращал внимание. Ну, пару браков у нас было, практически фаты нет. Какой-то веночек одевают на голову. Как бы, I'm okay. То есть, ну, так, значит, так. Я говорю, а что вы за этим смотрите? То есть, что вы видите? Он говорит, да не только я, даже неверующие люди, когда видят невесту с фатой на голове, это особое благословение, у нее никого не было из мужчин. То есть, это у нее жених, это у нее будет муж. Да вы что, даже так? Да, это именно так. Оказывается, наше благословение люди определяют даже неверующие. Подумайте об этом. Шестое. Благословение нужно не добиваться, а получать. Не вот так, но, знаете, вот церковь, у нас дети. Хочется Божьего благословения, но окольными путями. Братья и сестры, вот Ревекка, она, ну, знаете, она придумала план. Действия Ревекки, это были действия добиваться благословения. Можно было бы по-другому поступить. А почему, друзья, благословения добиваться не надо? Вот, я хочу и все. Потому что благословения Божьи, они основываются не на наших соображениях. На Божьем откровении и Божьем суверенитете. У меня к вам, братья-проповедники, вопрос. Когда Ревека получила откровение от Бога, кстати, почему Бог об этом Исааку не сказал, что будут два мальчика и старший будет служить младшему. Это было личное откровение Ревекки попутно. Сестры, у вас должно быть личное откровение от Бога. Вы не можете жить за счет веры мужа. Надо ведь личное отношение с Богом. Сказала ли Ревека мужу Исааку о том, что меньший будет благословен и будет стоять над старшим? Смотрите, приходит Исаак к Исааку. Исаак говорит, Исаак, сын мой, вот, кстати, он там единственный раз назвал его сыном, не в молитве, а только там. Пойди, приготовь мне дичь, иди на охоту, лук бери, стрелы, и приготовь мне дичь, которую я люблю, чтобы я тебя благословил. Смотрите, дорогие, что говорит Исаак? Я поем и благословлю тебя. А если не поешь, то не благословишь? Еще раз, я поем и благословлю. Отец, а если ты не поешь? Я долго думал, с некоторыми братьями советовался. К чему я пришел? Вот это действие, это была общепринятая практика на Востоке раньше, когда люди решали подобные вопросы. Чтобы тебя благословила моя душа, сделай мне хорошее блюдо. Я поем и тебя благословлю. Дорогие, в чем была ошибка Исаака? Он доверился чувствам, а не Божьему слову. В Библии написано, что лакомое явство – это обманчивая пища. Лакомое явство – это обманчивая пища. И я понял, что в духовной жизни чувствам доверять нельзя. Вот я поел, ну, братья, мужчины, ну, как наши братья, ну, говорят, что мужчина, если он хорошо поест, тогда он цветет, да? То есть, как бы он тогда может получше слова сказать. Ну, как-то так вот, да? Я-то, дорогие, вот думаю, что можно было бы и без этого. Исаак покушал, доверился чувствам, ммм, какое вкусное блюдо, вот теперь-то можно благословить. Мартин Лютер сказал так, чувства приходят и уходят, чувства обманчивы. Наша гарантия – это Слово Божие. А Слово Божие было какое? Иаков будет благословен, а не Исаф. Вот в это нужно было поверить, а не тарелки, скажем, борща или салата, или какой-то там дичи. Братья и сестры, вот в предстоящем году давайте будем рассчитывать на Божие благословения, не основываясь на наши чувства, а руководствуясь Словом Божиим. Ревека научила Иакова обману. И самое, знаете, что печально, когда Иаков обманывал отца своего, отец спрашивает, как скоро ты нашел, сын мой, ты так быстро приготовил, это же охота. Он говорит, Господь Бог послал мне навстречу. Самое печальное, что Иаков в этом обмане даже Бога призвал. Вообще это был риск, серьезнейший риск. А если бы Исаак обнаружил обман, Господь допустил, чтобы Ревека поступила по-своему. Вы знаете, даже, наверное, можно сказать так, что глупости людей служат его собственным целям. Есть там в книге Иова в 12 главе подобный стих, по-моему, 16 текст. Дорогие друзья, Иаков обманул Исаака, отца своего. Макинтош в своей книге Исаава Иакова рассказывает такие слова. Изучая жизнь Иакова, любой читатель забетит. После обмана у Иакова по земным меркам радости было немного. Смотрите, как только Иаков обманывает отца своего, начинаются серьезные проблемы. Родной брат хочет его убить. Он убегает из дома. Обманывает его дядя, и он снова бежит от дяди. Подлость его старшего сына Рувима, это вообще сверх... Рувим как поступил, да? А жестокость Симеона и Левия по отношению к жителям Сихема. Смерть любимой жены. Потеря любимого сына Иосифа. Обман, жестокий обман сыновей. И снова бегство в Египте. И Иаков три раза убегал. И он умер на чужбине. Да, дорогие, конечно, Иаков небесного благословения не потерял. Это по земным меркам, я говорю, у него были трудности. Но вот я хочу повторить. Благословения нужно желать. Благословением, дорогие, нам нельзя пренебрегать. Оно у нас у каждого одно. Благословение нужно взять. Благословение можно потерять. Его не надо добиваться. Его нужно получать. И давайте будем ориентироваться на Божьем Слове. И в заключение... Возьму вас еще несколько минут. Как Исаак благословил Иакова? Буквально. Давайте сейчас посмотрим, как нам в этом году... Нужно благословлять наших ближних. Первое. Значит, Иаков подходит к Исааку. Исаак старый. Зрение глаз у него притупилось. И он говорит, сын мой, поцелуй меня. Иаков целует отца своего. Здесь я вижу, что вижу? Взаимоотношения отца и сына. Дорогие, давайте в этом году ближних вот так благословлять. Обнять и поцеловать. Вот это объятие, оно демонстрирует любовь, душевное тепло, привязанность. Я еще, знаете, на этой неделе узнал, что когда мы обнимаем людей, у них падает давление. Кстати, если вы знаете людей, у которых высокое давление, чаще обнимать, у них будет падать давление. И, наверное, Иаков об этом знал. Не знаю. Братья и сестры, как мы будем благословлять наших ближних? Поцелуй меня, обними. Второе. Похвалить надо человека. Как скоро ты, сын мой, нашел дичь? Как скоро? Дорогие, вот будем благословлять. Давайте хвалить людей. Вы знаете, есть различные фразы, мотивирующие похвалы. Ну, например, тобой была проделана великолепная работа. Это как раз то, что нужно. Да я знал, что ты это можешь сделать. Я полностью доверяю твоему вкусу. Братья и сестры, в этом году у нас будут рождаться младенцы. Мы будем благословлять наших детей. Обнять. Ну, хвалить пока маленького не знаю за что. Ну, слава Богу, да. День рождения. Вот пригласили вас на день рождения. У вашей дочери день рождения. Обнимите, поцелуйте. Так делал Исаак. Так он благословлял. Он похвалил. Не надо ругать. Надо благословлять. Наши подростки будут переходить в молодежь. Как мы их будем благословлять? У нас будут крещения. Мы будем благословлять молодых людей на крещение. Если родители, к вам подошел сын и хочет жениться, и нет серьезной аргументации, обнимите, поцелуйте, похвалите его и благословите его на семейную жизнь. Третье. Исаак помолился. Молитва. Это наш долг. Долг всех родителей. Благословлять. Дорогие, когда мы благословим, нужно молиться. Четвертое. Чтобы тебя благословила душа моя от сердца. Душа моя. Вы знаете, как благословил Исаак Иакова? От сердца. Вот, например, да даст тебе Господь. Не пусть даст тебе Господь. Вы знаете, у нас как? Братья и сестры, пусть благословит. Ну пусть, ладно, пусть. Да благословит тебя Господь. Вот оно благословение от сердца. Да послужит тебе народы. Всемогущий да благословит тебя. Вы помните, когда мама Иакова выходила замуж, Ревека? Как ее благословляли родные? Да родятся от тебя тысячи. Да родятся. Благословение Израиля мы вчера слышали. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь. Да обратит на тебя лицо. Не пусть, а да. Братья и сестры, если будем благословлять, давайте так по-настоящему. Не пусть, а да. Я хотел, чтобы у меня на браке родители не сказали, да ладно, пусть женятся. Да благословит его Господь. Да благословит. Да будет он благословен. И пятое. Благословлять нужно вовремя. Знаете, чем мне нравится Исаак? Он подумал, что он будет умирать. Успеть бы благословить бабушки и дедушки, родители. Нужно вовремя благословить своих детей, прежде чем они умрут. Когда Иисус Навин состарился и вошел в лета преклонной, Бог напомнил, Иисус Навин, ты старенький, старый, ты вошел в лета преклонной, ты не закончил делить землю израильскую, начинай делить. Или продолжай делить. Закончи дело. Братья и сестры, нужно сделать это вовремя. Братья и сестры, давайте в этом году будем благословлять. Целовать и обнимать родных и близких, хвалить их, молиться в благословении. Будем делать это от сердца и главное сделать это вовремя. Братья, давайте хвалить своих жен, благословлять. Жены мужей, члены церкви, служители, служители членов церкви. Этого хочет Господь. Веру ее в будущее. Исаак благословил Иакова и Исава. Дорогие, вера в будущее. Для чего мы хвалим, благословляем? У нас есть вера на будущее. Вот у нас впереди Новый год. Целый Новый год. Давайте мы сейчас с вами помолимся о том, чтобы у нас с вами было благословение Иакова. Я некоторые детали упустил, проповедники, можете дома позаниматься. Там еще есть некоторые детали, какой Иаков получил благословение. От него пришел Мессия, а потом Церковь Христова. Это на долгую дистанцию благословение. Да благословит Господь каждого из нас. Аминь. Сотвори молитву.